Ребят, привет! Шеремет из Екатеринбурга, из госпиталя ветеранов войска. Вот что все осталось от некогда звезды местного телеэфира. Я не знаю, она перевернута в каком состоянии. Значит, я поступил сюда 27 сентября 2021 года. Ровно две недели исполнилось, как я тут нахожусь. Плюс до этого четыре дня очень тяжело болел дом. Хотел на самом деле рассказать о судьбе вакцинированных. Я же говорю, вы вакцинируйтесь, спасайте себя, спасайте свою жизнь, спасайте родных, близких, сотрудников, их членов семьи. Я все это прославил, погубил. Я уже рассказывал в ряде роликов об этом. И хотел рассказать, как другие вакцинированные тут лечатся. Видимо, руки не дойдут, потому что, опять же, спрашивают люди, что я не загибаюсь, я совсем не умер, меня хотя бы лечат. Я хотел бы на эту тему сказать. Не то, что успокоить людей, а пояснить, что у меня все здорово. Но прежде, чем вот, ребят, мне вдруг аллюзия такая пришла. Вспомнил я, до сих пор, в какой-то степени популярная сказка про старика и золотую рубку. Ну и про его сухожницу, которая алкала в красивой гламурной жизни. Ну и о ЗОЖе, очевидно, тоже совершенно мечтала. Гламура никогда не интересовала, а вот к ЗОЖу имел определенное отношение. Вот. И все это мне здорово сочеталось полтора года без всякой вакцинации. И вот блистательный ЗОЖник, вот таким стремительным, знаете, домкратом я пробил ковидное дно. И вот если старуха осталась с разбитым корытом, то про меня даже этого нельзя сказать. Я сам превратился в полностью разбитая корыта. Я не в разбитом корыте лежу, я в прекрасном месте лежу, в госпитале ветеранов войн. Возможно, одно из лучших мест для того, чтобы лечиться и спасаться от ковида в Летинбурге. Или одно из самых лучших. Не интересовалось. Мне тут все очень нравится и устраивает. Ну вот так, ребят, прежде чем расскажу, как и что меня и всех остальных тут лечат, Случайно узнал совершенно буквально несколько часов историю. Мне ее не рассказывали. Опять же к вопросу о том, что надо ли вакцинироваться, надо ли это срочно делать. Совершенно случайно узнал. Из Питера мне только что позвонили. Есть у меня там очень-очень-очень близкий дорогой для меня человек. Вот. Ну, на статус бабушки не тянет. Ну, 80 лет, короче, бабушки. Очень дорогой мне человек. И мне ни слова не сказали. Я вот какого? 27-го поступил, 24-го заболел. Ну, она где-то 20-го заболела. Ковида мне ни слова не сказали. Ну, заболела бабушка и заболела. Чушь там бывает. Ну, вот сейчас мне только сообщили. Ковидом человек 80 лет. Инвалид. Глубокий инвалид. Дитя блокады. Пережила очень тяжелый рак. Ну, почек нет, по сути, у человека. Все. Почек нет. И вот она заболевает ковидом. Ну, вообще, на самом деле, это как бы, ну, все. Это реанимация, смерть там, быстро. Вот. Но человека никто, в отличие от меня, ни в какую больницу не забирал. Ну, дали таблеточек, что-то там посмотрели. Человек лечился дома. Человек уже давным-давно бегает на своих ногах. Ну, конечно, тяжела, слабость 80-летнего человека, да еще со страшной инвалидностью. Ну, уже по улицам бегает, все. Уже давным-давно положительный, ой, отрицательный мозог у человека. Человек, все. Все у него хорошо. Очень бодро общается. Вот. Вот. Человек несколько месяцев сделал вакцину. 80-летний. А я не сделал. Вот она бегает по улицам, 80-летний инвалид и пенсионер. А я тут. Разбитая корыта. И что-то тут она рассказывает. Короче, как лечит. Лечит все прекрасно. Лучшим просто мечтать не приходится. В разных ситуациях я тут бы бывал. И в шестиместной палате вчетвером с мужиками, с простыми. И в трехместной, и в двухместной. И все по-разному было. Короче, неважно, шеремет, не шеремет. Лечит по полной программе. Вот и до. Лучшего места я просто себе не представляю. Если у вас какие-то вы очень зажиточные, очень богатые люди, у вас денег как фантиков. Ну, наверное, не стоит дома рисковать и что-то организовывать. У вас вряд ли лучше получится. Ну, хотя бы где вы возьмете сверхквалифицированную бригаду круглосуточную, круглонедельную врачей, медсестр и санитаров. Где вы безостановочно будете поток лекарств брать. Эти люди мгновенно, если они там вас начнут лечить, потом по наследству к каким-то другим олигархам или богатым людям перейдут, они мгновенно потеряют квалификацию, они не будут понимать. Потому что ковид все время меняет направление своего удара. Ну, тут это просто сверхналаженная технологичная работа. Тут сплошной поток расписанный по минутам, по секундам, в котором задействовано огромное количество людей. Да, просто в любой квартире, даже, условно говоря, если там будут убираться безостановочно, квартира непредназначена для того, чтобы поддерживать у нее идеальную какую-то там чистоту. Вот, лечит здорово, лечит всех одинаково. Не важно, Шеремет там или нет. Ну, понятно, там, благодаря средствам массовой информации, там, моим многочисленным друзьям, там, мне приковано какое-то дополнительное внимание. Но, не более того, то есть, кому тяжелее, лечит намного сложнее, быстрее и тяжелее. Насчет знаменитой больничной еды, какой-то страшной, ужасной, ничего сказать не могу. Мне, наверное, очень сильно повезло, это мой четвертый за 55 лет поход в больницу. Ну, какие-то там были неделю, какие-то три дня, там, в армии, здорово, шлангану, перед тем, где он, у меня с желтухой волшебный был, полуторамесячный больничный отпуск. Вот. Сложно сравнивать, все очень здорово, мне очень нравится, как меня кормят, как меня питают. Это гигиеническая еда, на такую еду, наверное, в ресторанах лучше, только нам не полезет, ни в рот, эта еда. Вот. А здесь все, у меня даже как-то не появился. Какие-то базовые запахи, вернусь, но вот только что там врач объявил, что спустя две с половиной недели у меня, вроде как, отрицательный мазок. Но я и к этому делу так не смотрю. Вот. Если бы не моя поврежденная спина, из-за того, что я рассказывал, я потерял сознание, голову пробил, и, ну, голова-то, ладно, оказалось, тетюфу крепкая, а вот со спиной, ну, был бы вообще кончик, сейчас бы летал. Вот такая вот, ребят, история. Все здорово, я не пропал, я не погибаю, это не крик отчаяния, у меня все замечательно. Кто сюда попал, в эти мужские больницы, они, кстати, дико переполнены. Это просто катастрофа, что с ними сейчас происходит. Ну, то ли сезонное наполнение, то ли что. В госпитале федерального воина. Ну, я в хирургическом отделении, оно когда-то называлось, хирургической красной зоне, оно, по сути, перестало уже существовать несколько месяцев назад. Все. Тут только ковидные. И их число растет, 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 их уже за 80. Ну, короче, хотел рассказать, что, как тут происходит с вакцинированными людьми, как они тут пропадают, они тут есть. Вот, ну, в следующий раз расскажу. Давайте.